МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите самые шокирующие гипотезы. Быть может, единственную программу, в которой без риска для жизни и репутации мы, наконец, получили уникальную возможность донести до вас истину, которая по разным причинам очень сильно не вписывается в общепринятую картину мира. Итак, сегодня вы увидите. Американцы на Луне. Прорыв или афера? Сенсационное расследование. Никто правду никогда тебе не скажет. Кто бродит по Луне? Может, там уже пол Китая и Индии? Скоро полетим. Узнаем. Луна является некой такой перевалочной базой. Гелевая лихорадка. Новая битва за земной спутник. Даже небольшое количество этого элемента позволит решить энергетические проблемы планет на долгие годы. Россияне решили профинансировать создание нового лунного спутника. Он предназначен специально для поиска и фотосъемки в высоком качестве мест посадок американских кораблей Аполла и советских автоматических станций «Луна» и «Луноход». В данный момент на проект собрано уже около двух миллионов рублей. Желание принять участие в создании аппарата выразили ученые Института прикладной математики имени Келдыша, НПО имени Лавочкина, МГУ, СГАО, а также ряд частных компаний. Данная миссия, как надеются организаторы, наконец разрешит давний спор. Были или нет американцы на Луне? Казалось бы, эта тема в истории закрыта. Мечта о покорении космоса, хотя бы в освоении Луны, реализована Америкой. Существуют тысячи доказательств, что астронавты программы «Аполлон» высаживались и плодотворно работали на земном спутнике. Однако, если еще раз пересмотреть документы, оказывается, там столько расхождений и нестыковок. Может ли быть, что за самым оглушительным триумфом 20 века скрывается самый большой обман человечества? Да, есть сомнительные данные, есть сомнения по самим кадрам, по самим съемкам. Почему все известные снимки лунного пейзажа очень плохого качества? Доподлинно известно, что американцы взяли на Луну самую современную по тем временам камеру. Где ее снимки? Что такого попало в объектив суперфотоаппарата? Плохое фотографическое изображение имеет много информации, которая должна исследоваться, изучаться. И, возможно, на тот момент, когда им нужно было быстро отчитаться за потраченные деньги, они сделали красивые картинки и тем самым накормили нас практически весь земной шаром. Что же заставляет сомневаться в подлинности большинства снимков НАСА? Примеров достаточно. И главный – развивающийся флаг США. Не прекращаются споры, почему он развивается, ведь на Луне отсутствует атмосфера. А раз нет воздуха, то не может быть и ветра. Но и это еще не все. Вот отпечаток ноги астронавта-экипажа «Аполлон-11» Эдвина Базза Олдрина. Утверждается, что он сделан недавно. Даже если поверить в то, что отпечаток в пыли оставляет такой четкий след, можно с трудом, то версию о том, что с того времени этот отпечаток не исчез, верится еще меньше. 30 лет назад пробежал дяденька в башмачках по лунному грунту, и с тех пор туда не упала ни одна пылинка. За 50 лет ее должно было засыпать, уходя бы сантиметров на 25-30. Никто бы ничего и видеть не должен был. Или что-то туда пыль не попадает, или солнечный ветер не достигает. А вот кадры, на которых астронавты скачут по лунной поверхности. На Луне притяжение меньше земного в два раза. Прыжки могли бы быть и повыше, уверяют эксперты. Сторонники американской версии освоения Луны уверены, что на Земле в таком... Разряженная, она все-таки есть там небольшая, но она сильно разряженная. Ввиду этого Луна становится идеальной поверхностью, ввиду своей пористости, низкой плотности именно лунного грунта, которая представляет собой, в общем, спрессованную пыль, по сути дела. Вот она составляет такую так называемую губку, которая собирает солнечный ветер. То есть та часть магмы солнечной, которая летит в космическое пространство, какая-то ее часть задерживается в лунном грунте. Опять же, отсутствие атмосферы должно было привести еще и к тому, что на теневой стороне Луны стоит лютый холод, а на стороне, освещенной Солнцем, жара. Причем такая, что пленка в фотоаппаратах могла и расплавиться без специальной защиты. Точно такой же, как была установлена на скафандрах американских астронавтов. По официальной версии, астронавты их оставили на Луне. При взлете каждый лишний килограмм был бы на счету. Однако их не обнаружили беспилотные аппараты, которые позже высаживались в тех же самых районах. И это дает повод усомниться в том, что на Луне были не только скафандры, но и сами астронавты. Американцы поступили совершенно по-своему, так как они должны, всегда и поступают. Главное, видите, не выступать оппозиционером или оппозиции, или противником. Главное, перехватить инициативу ее возглавить. Они тут же сообщили, что они высадились на Луну. Они тут же это показали, все сняли, все отличное. Я говорю, я не сторонник того, что этого не было. Но я сторонник того, что этого быть просто теоретически не могло. Мало кто знает, что практически во всех документах НАСА, которые так или иначе относятся к полетам на Луну, много мелких неточностей. Более того, местами эти документы попросту противоречат друг другу. Конечно, такое вполне возможно в любом глобальном проекте. И вполне можно списать ошибки не на плохо замаскированный заговор, а на человеческий фактор. Однако, эти ошибки и неточности касаются подтверждающих фото и видеоматериалов. Выдвигалась версия, что пробы лунного грунта, а также снимки лунной поверхности, могли быть получены при помощи автоматической беспилотной станции, а недостающие детали попросту досняли в поведенных великолепах. Эта программа длилась не один раз, да? То есть, и не один космический модуль отправлялся на Луну. Смысл вот этой демонстрации тогда мне становится непонятен. Да? Даже вот эти просто съемки где-нибудь в Голливуде, они слишком затратны для того, чтобы это показывать. В защиту реальности полета американцев высказывались многие советские специалисты и космонавты. Например, Алексей Леонов или Георгий Гречко. Хотя, казалось бы, страна, которая проиграла борьбу за первенство в космосе, должна была быть заинтересована в раздувании любого скандала. Мало кто знает, что Георгий Гречко вполне допускал, что часть кадров была доснята постановочно на Земле. Просто в силу того, что полученные снимки на Луне были недостаточно эффектны. И в то же время было бы странным и нелогичным, если бы два дважды героя Советского Союза открыто признали, что их так легко и ловко обвели вокруг пальца. Донна Хейер проработала фотолаборатория американского аэрокосмического агентства НАСА почти 20 лет. За время своей работы она имела допуск во все сверхсекретные лаборатории агентства. И по ее словам, реальные снимки объектов на Луне очень сильно отличаются от опубликованных фотографий и видеозаписей. Но неужели столь уважаемое агентство занимается банальной фальсификацией? И самое главное, зачем сотрудники секретных лабораторий НАСА это делают? Первое, что мне попалось на глаза, это НЛО на фотографии. Эта информация была доступна только для определенного круга людей. Я поняла, что от нас очень многое скрывают. Стала наводить справки. Не все люди об этом знают. Конечно, не вся информация носит закрытый характер. Просто людям, которые занимались обработкой этих фотографий, было приказано хранить молчание. Астронавты НАСА в рамках миссии «Аполлон» с 1969 по 1972 годы совершили шесть высадок на поверхность спутника Земли. И США стали единственной страной, астронавты которой высаживались на Луну. Но с каждым годом вокруг американской лунной программы возникает вопросов больше, чем ответов. И вот почему. При технологии 60-х годов, мне кажется, это достаточно сложный, технологически осуществимый полет, который вряд ли мог быть. Но Соединенным Штатам необходимо было шоу. Опять-таки, показать первенство перед Советским Союзом, который первый запустил на околоземную орбиту космонавта, необходимо было как-то вырваться в отрыв. Поэтому в этом случае было вот именно вступление человека на поверхность другого небесного тела. Какие же факты заставляют сомневаться в том, что американская лунная программа была успешной? НАСА утверждает, что астронавты доставили на Землю 380 килограммов лунного грунта. Такой аргумент был бы более чем убедительным доказательством, если бы эти лунные образцы прошли независимую экспертизу в лабораториях за пределами США. И если бы на экспертизу были представлены лунные камни, общая масса образцов измерялась бы килограммами или десятками килограммов. И взять их мог бы только человек. Беспилотные аппараты не могут отбить кусок камня. Когда люди привозят 380 килограммов, но хоть полкилот, надо было Советскому Союзу подарить в подтверждение того, что вы были на Луне. Но на самом деле вы знаете, что да, это тоже тайно покрытое мраком. Где этот лунный грунт? Почему его не дают на эту самую общественность? Почему наука не может его получить? Тоже сомнения очень большие. Кроме того, на сегодняшний день самые мощные ракеты, которые существуют в Соединенных Штатах, способны поднять на низкую околоземную орбиту лишь 50 тонн полезного груза. И на этой ракете установлен самый, что ни на есть, российский двигатель РД-180, созданный инженерами в конце 90-х годов прошлого века. А США так до сих пор и не могут создать двигатель для своих ракет. В этой связи возникает вполне справедливый вопрос. Каким же двигателем были оснащены ракеты, доставлявшие американских астронавтов к Луне? С точки зрения меня, как человека, имеющего высшее образование и занимающегося баллистическими ракетами, каким образом на тот момент ракетоноситель, который стоял на вооружении Соединенных Штатов Америки, смог вытащить такое количество груза на Луну и в том числе привезти 380 килограмм лунного грунта, который до сих пор мы с вами нигде увидеть не можем. Оказывается, до сих пор самые тяжелые грузы в космос поднимают именно те ракетные двигатели, которые были разработаны еще в СССР. Космический корабль «Союз», корабль «Прогресс», созданный 40 лет назад, до сих пор состоят на службе российских и международных программ. А у США такой техники как и не было, так и нет. Я понимаю, что у них коррупция зашкаливает в тысячу раз больше, чем у нас, что все деньги, которые на космическую программу были, украдены еще на 20 лет вперед. Нет самого основного, нет двигателя, который может все это дело произвести. А если нет двигателя, то позвольте мне не поверить, что вообще кто-то летал дальше павильона в Голливуде. Фанаты американской лунной программы почему-то забывают тот факт, что американская ракета «Сатурн-5» вместе с двигателями Вернера фон Брауна от немецкого проекта «Фау-1», которые якобы использовались для полетов на Луну, куда-то испарилась за давностью лет. Может быть от того, что начиная с 1962 года эту ракету преследовали лишь неутачи. Мало кто знает, что в мае 1962 года на испытаниях в Сент-Луисе взорвалась и разлетелась на куски вторая ступень ракеты «Сатурн-5». Беспилотные испытания этой же ракеты для «Аполлон-6» 4 апреля 1968 года с треском провалились. Но тем не менее, всего лишь через 19 дней НАСА принимает решение о полете людей на Луну именно на этой недоделанной ракете. В том же 1968 году, еще до первого полета на Луну, НАСА уволило 700 сотрудников Центра космических исследований имени Маршала, где «Сатурн-5» и разрабатывался. Во-первых, шла война во Вьетнаме, и она как раз подходила к той самой фазе, когда, в общем-то, было понятно, что американцы должны будут вывезти войска с позором из Вьетнама. Во-вторых, у них случился знаменитый нефтяной экономический кризис, когда доллар был обесценен практически в два с половиной раза, девальвирован. Когда он перестал быть связан с золотом впервые вообще в истории США. Только в 1988 году, то есть почти через 20 лет после первого полета ракетоносителя «Сатурн-5», СССР смог создать ракету «Энергия». Причем примерно с той же грузоподъемностью, которую НАСА заявило для своей ракеты. Во время перестройки этот проект был закрыт, но двигатель боковых блоков энергии РД-170 остался и используется в настоящее время как первая ступень ракетоносителя «Зенит». А двигатель РД-180, который был спроектирован на основе РД-171, теперь используется в американской ракете «Атлас-5». Странно, не правда ли, что американцы отказались от своей мощной и дешевой разработки «Сатурн-5», чтобы теперь летать на российских двигателях от еще советской ракеты «Энергия». Генеральный директор НИИ национальной безопасности Алексей Диашев рассказал, как в середине 90-х в Москве ему довелось общаться со знаменитым американским астронавтом Эдгаром Митчевым, который побывал на Луне в составе экипажа «Аполлон-14». Я общался с людьми, которые были на Луне, и которые не в открытом виде, но явно давали подтверждение того, что это все, ну, как бы сказать, никто правду никогда тебе не скажет. Но ты как нормальный человек взрослый, да, ученый, должен понимать, что на тот период технологически этого сделать было невозможно. Но как же быть с тем фактом, что все космические станции и обсерватории фиксировали приближение американских аппаратов к Луне именно в те промежутки времени, которые были заявлены НАСА? По мнению самых различных экспертов, полеты к Луне действительно были. Но нет абсолютно никаких доказательств того, что американские астронавты именно высаживались на лунную поверхность. И это несмотря на обилие фото и видео доказательств, которые выкладываются на официальном сайте НАСА. Были какие-то посадочные модули, был какой-то электромобиль, который двигался по планете, аналог нашего лунохода. Были какие-то там посадочные модули, которые доставили на Землю лунные камни, то есть породу. И были какие-то беспилотные экспедиции, которые, ну, летали, возможно, они облетали Луну с сильной стороны, то есть астронавты реально достигали на самой лунной, ну, не поверхности, а самой орбиты лунной. Делали облет вокруг Луны и возвращались на Землю. Многие эксперты до сих пор задаются вопросами по лунной программе США. Например, почему не тронута пыль под соплами лунных модулей? Ведь известно, что сила тяги посадочного двигателя при посадке составляет около одной тонны. То есть давление, которое оказывается на участок поверхности, в 10 раз больше, чем при ураганном ветре. Или почему лунномобиль, который вы видите на этом снимке, якобы снятый на Луне, оставляет за собой вполне земные по форме шлейфы пыли? Или такой вопрос, почему на снимке горы Сильверспур в регионе Хэдли-Дельта, который тоже якобы сделан на Луне, видны осадочные породы? Почему за 6 экспедиций Аполлонов астронавты так и не сделали ни одной убедительной съемки по демонстрации бросания предметов в высоту? Или почему у лунного модуля при старте нет языков пламени под работающим соплом, и при съемках маневров модуля нет ни одной вспышки от двигателя? Эти за и против, они, конечно же, на сегодняшний день, ну, у каждого человека свое есть мнение. С моей точки зрения, вот лично, как человека, да, я абсолютно точно уверен, что американцы на Луне не были. Что это все, будем говорить, так сказать, та самая пропаганда, где американцы нас, как всегда, переиграли. Но зачем американцам нужно было обманывать мировую общественность, рассказывая о своих достижениях? Зачем придумывать историю о высадке американских астронавтов на лунной поверхности? Многие исследователи темы высадки американцев на Луну полагают, что за этим обманом скрывалось нечто более таинственное. Программа освоения Луны носила на самом деле настоящий мистический характер, и ее самой главной целью была проверка легенд о том, что Луна является базой для другой цивилизации. Луна является некой такой перевалочной базой для передачи нам знаний великих цивилизаций. И когда мы первые, мы почему-то все забывают, когда мы первые высадили свою кастрюльку туда, вот этот вот луноход, луноход один, луноход два, луноход три, и вообще имя неисчислимая с этим луноходом, и они начали там бегать, то американцы как-то поняли, что мы начинаем опережать их в выходе на эти легенды. В 2009 году НАСА сделала заявление, которое многих повергло в шок. Его суть заключалась в том, что НАСА утратила запись высадки американских астронавтов на Донбул. Объяснение этой потери со стороны руководства Американского аэрокосмического агентства было более чем странным. Официальный релиз НАСА заключался в том, что, понимаете, у нас не хватало кинопленки, мы, значит, из архива регулярно изымалим наши старые записи, очищаем их от, значит, химического слоя, наносим новый химический слой, и потом опять используем эту пленку в дальнейших съемках. Но, в общем-то, объяснение, можно сказать, для дураков. Потому что гораздо дешевле купить новую пленку, чем таким образом обрабатывать старую. Американская общественность сразу же встала на дыры. Как так? Практически единственное доказательство присутствия американцев на Луне вдруг уничтожено. Один из экспертов, кто занимался расследованием исчезновения этой пленки, полагает, что подобного рода заявления носили характер прикрытия. А НАСА тем самым специально подчищало все кино и фото негативы, которые были сняты лунными модулями. Но зачем? Фотографии Луны, сделанные советской автоматической станцией Зонт-7, в августе 1969 года. Мы видим поверхность Луны. Ну, в общем-то, она обычная. Ничего странного мы не находим. Но если внимательно приглядеться, даже на этой фотографии, она не очень большого разрешения, то можно увидеть некое такое странное сооружение. Это сооружение имеет достаточно правильные геометрические формы. И что самое удивительное, оно отбрасывает тень. Как полагает Игорь Осовин, такую тень не может давать естественный природный объект. Такую тень могут отбрасывать только сооружения искусственного характера. Но все ученые-астрономы в один голос утверждают, что Луна необитаема. Так что же может находиться на ее поверхности? Некоторые эксперты космической отрасли США утверждают, что астронавты миссии Аполлона обнаружили на Луне архитектурные и технологические следы древней цивилизации и сфотографировали их. Действительно, на обеих странах Луны найдено немало странных артефактов. Те же пирамиды Луны были обнаружены. Это так называемый замок Тресникер. Высота его оценивается до 11 миль. Судя по всему, он не стоит на лунной поверхности, а как бы подвышен на некой высоте. За счет чего он держится, понять, совершенно невозможно. В 1989 году Юрий Архангельский проходил службу в пограничных войсках КГБ СССР. И однажды, в момент дежурства по охране государственной границы, сам наблюдал довольно странные явления, которые происходили возле Луны. Был 16 октября 1989 года. При использовании прибора с 40-кратным увеличением я наблюдал за диском Луны и видел конкретно какой-то неопознанный летающий объект, который был в диаметре где-то километров 20, может быть, 30. Он был зеленого цвета, он остановился над поверхностью Луны северного полушария, так скажем, левой четверти, и от него отделились более мелкие объекты красного цвета. Количество этих объектов было достаточно большим. Большой объект зависал над лунной поверхностью около 15 минут, после чего из него вылетел какой-то объект синего цвета. Синий объект был тоже достаточно массивный. Где-то, наверное, 10% от зеленого объекта. И сразу оба эти объекта исчезли из поля зрения Юрия. Я наблюдал это лично, и потом, уже когда появилась сеть интернет в России, я нашел достаточно большое количество людей, которые наблюдали данные явления. Причем один из, ныне, правда, покойных ученых, японских астрономов, наблюдал эти явления с определенной периодичностью, несколько раз за время своей жизни. Программа освоения Луны Соединенными Штатами завершилась внезапно в 1972 году. До сих пор неизвестно, что же стало тому причиной. По одной из версий, американцам удалось обнаружить на Луне иную цивилизацию. И эта цивилизация отнеслась к вторжению незваных гостей крайне негативно. Как только жители планеты начинают проводить какие-то исследования с точки зрения возможности воздействия на Луну, то мы получаем некие катастрофические события. Как вы знаете, вот общепризнанно и всем известно, да, что товарищ Тесла, когда он создавал свои лучи смерти, он предполагал, что он воздействует на Луну. От Луны получает обратный импульс электромагнитный, который, грубо говоря, может вызывать полярные сияния или какие-то, так сказать, электрические эффекты на земном шаре. Сегодня существует версия, согласно которой Тунгусский метеорит рухнул на Землю из-за испытаний Николы Тесла по воздействию на Луну. Кроме того, есть еще одно странное совпадение. Чебаркульский метеорит появился в небе над Челябинском сразу же после того, как американцы объявили, что система ХАРП сумела преодолеть 500-километровый ионосферный барьер, а мощность излучения позволила создать плазмоиды над ионосферой Земли. Использование переотраженных электромагнитных полей от Луны мы получили Чебаркульский метеорит. С моей точки зрения, что если нормальные люди, когда-то, понимая, что Луна необходима как некий, так сказать, стартовый полигон для освоения, ну, других, так сказать, объектов космического пространства, может быть, искусственно ее привезли, да? Может быть, они ее просто создали. Но может ли быть Луна столь разумной сама по себе, что может отвечать на внешнюю агрессию? Или все-таки на поверхности планеты существует какая-то цивилизация высокоразвитых существ? Но кто тогда они и почему до сих пор нет никакого подтверждения их существования? Если предположить, что Сирисуане, согласно сирисуановской легенде, на несколько десятков тысяч лет старше нас, то они реально понимают, что муравьи иногда могут залезть в кастрюльку и поесть там, я не знаю, тушенку. Поэтому кастрюльку надо закрывать крышкой. Инженер-физик Джозеф Фаррелл исследовал огромное количество материалов миссии Аполлон и собрал десятки свидетельств. Он абсолютно уверен, что американские астронавты обнаружили на Луне не только руины древних баз и городов. Более того, по его свидетельствам, за всеми экспедициями на Луну наблюдали какие-то потусторонние силы. Как полагает Джозеф Фаррелл, они и сегодня наблюдают за нами с Луны. Полеты Аполлонов не раз вплеталось нечто таинственное. Аполлон-12 во время трех совершенных им оборотов вокруг Луны сопровождали два светящихся НЛО. Миссия «Аполлон-13» и вовсе оказалась неудачной. У Луны его стали преследовать таинственные огни. 13 апреля 1970 года на его борту неожиданно взорвался кислородный баллон. Астронавтам пришлось отказаться от прелунения в районе кратера Фра-Маура. По этой версии, кислородный баллон корабля «Аполлон-13» взорвался из-за того, что цивилизации, населяющей Луну, не понравилось, что на борту находится ядерный заряд, который американский экипаж хотел взорвать на поверхности спутника. Как в результате этой аварии астронавтам удалось выйти на околоземную орбиту и вернуться на родную планету, тоже большая загадка. По мнению Джозефа Фаррелла, им в этом кто-то помог. Миссия «Аполлон-15» наблюдала огромный НЛО, медленно летевший над поверхностью Луны. Наконец, командир корабля «Аполлон-16» Джон Янг обнаружил в лунной пыли аккуратную стеклянную призму, возраст которой оценивается в миллиарды лет. В конце 90-х годов в США была опубликована книга «Потерянный космос». Ее написал один из авторов проекта «Аполлон-17» Эдвин Райс. В своей книге он утверждает, что участники этой экспедиции столкнулись с некими обитателями Луны. Райс пишет, что экипаж корабля якобы видел небольшое куполообразное сооружение, из которого вдруг выбежала дюжина ракообразных существ. Они не предпринимали попыток отобрать транспортное средство, но оно вдруг перестало подчиняться астронавтам. При этом в их наушниках зазвучала ясная звучная речь, которая была ретранслирована в Хьюстон, где ее оперативно перевели с латинского языка. Оказалось, что существа заявили астронавтам, что те вторглись на чужую территорию и что им следует убраться в освояси. Как только все все поняли, контроль над ровером восстановился, и земляне поспешили к своему лунному спускаемому аппарату. Существует множество версий того, что американцы действительно видели, если не самих инопланетян, то их космические корабли. Когда Аполлон-11 опускался на поверхность Луны, трансляция этого события была прервана на две минуты. НАСА объяснило это техническими причинами, но целый ряд радиолюбителей из Италии заявляли, что они слышали, как астронавты говорили, что видят по другую сторону кратера огромный космический корабль. Позже стали говорить, что они там увидели их даже множество. Это их напугало на какое-то время. И потребовалось некоторое время для того, чтобы они пришли в себя, и можно было возобновить трансляцию. Повторите ваше последнее сообщение. Я говорю, что здесь другие космические корабли. Они стоят ровной линией по другую сторону кратера. Повторите, повторите. Позвольте нам задировать эту сферу 625 в 5. Автоматическое реле соединило. Мои руки дрожат так сильно, что я не могу ничего делать. Снять это? Боже мой, если эти проклятые камеры заснимут что-нибудь, что тогда? Можете ли вы заснять что-нибудь? У меня больше нет плёнки под рукой. Три выстрела с тарелки, или как там эта штука называется, испортили плёнку. Восстановите контроль. Они перед вами. Слышны какие-нибудь шумы с НЛО? Они приземлились здесь. Они здесь, и они наблюдают за нами. Расшифровку переговоров экипажа «Аполлон-11» на запасной частоте обнародовал экс-директор НАСА Кристофер Крафт. Он смог предоставить миру только бумажную распечатку. Все аудиозаписи, которые вы когда-либо слышали, являются реконструкцией, озвученной актёрами. Потому споры о том, были ли американцы на Луне, и кого они там встретили, продолжаются до сих пор. Прежде всего, непонятно, был ли у астронавтов запасной канал связи. Миссии на Луну, которые проходили в рамках программы «Сатурн-Аполлон», они были на пределах возможностей техники того времени. И любое такое вот избыточное засекречивание, избыточные какие-то каналы, по которым они могли бы там сообщить информацию, они требуют приютных ресурсов, которых в то время просто не было. Противники теории заговора утверждают, что американская миссия «Аполлон» была наиболее открытой и общедоступной программой НАСА. Кроме того, чтобы поддерживать с астронавтами постоянную связь, необходимо было задействовать антенны почти на всём земном шаре. Из-за вращения Земли Центр управления полётов в Хьюстоне просто потерял бы сигнал. Телеметрию с борта «Аполлонов» принимали и в Америке, и в Австралии, и в Африке. Кроме того, под Симферополем в Советском Союзе существовал Центр космической связи, военный засекреченный, который как раз принимал и телеметрию, и различные переговоры о странах, и даже вот эту вот картинку телевизионную, которая шла с борта «Аполлона», записывал её для того, чтобы её могли проанализировать уже советские специалисты. Ну, с одной стороны, чтобы узнать, какая информация у американцев получает, с другой стороны, чтобы, может быть, какие-то секреты подсмотреть технически, то есть увидеть, как они работают, взять на вооружение для уже советской лунной программы. И всё же это был не совсем прямой эфир. Тем более, что техническая возможность транслировать с «Аполлона», заранее смонтированный в Голливуде, текст у астронавтов была. Когда по поводу этого инцидента с кораблём «Аполлон-11» спросили тогдашнее руководство НАСА, оно ответило очень просто. Мы не можем подтвердить. Мало ли кто что-то услышал. Радиолюбители, ну, это как-то несерьёзно. То есть, как бы, они уходили в сторону, не говоря ни да, ни нет. Но, тем не менее, факт того, что вот некие необычные такие явления были, они, конечно, в общем-то, остались. И они, что самое интересное, они не опровергнуты со стороны руководства НАСА и по сей день. Присутствие жизни на Луне и неопознанные летающие объекты около неё стали замечать ещё в 19-м столетии, то есть, когда появились телескопы с достаточно сильным разрешением. Мало кто знает, что астрономы того времени неоднократно видели на Луне некие странные световые явления. Свечение каких-то районов поверхности Луны или же это были полёты каких-то аппаратов. Немецкий астроном по фамилии Груйтуизен с помощью телескопа зарисовал нечто очень похожее на город на поверхности Луны. И это образование даже было названо город Груйтуизен, то есть в честь него. Если предположить существование на Луне некой разумной цивилизации, то нужно отчётливо понимать то, что ей надо где-то существовать. И на некоторых не вполне чётких фотоснимках удаётся обнаружить странные туннели и провалы в Луне. Какие-то козырьки, как бы нависающие над горами, которые не могут получиться в результате метеорных атак или каких-либо извержений. Достаточно большие входы, там, километров по 80, вот такой вот, как бы, козырёк нависающий. Нельзя это объяснить. И вот внутри Луны какие-то процессы происходят. Не надо забывать про нашего удающегося Николая Александровича Козырева, который ещё в 60-х годах открыл извержение, как он был назван, извержение газов в кратере Альфонс. Но какое извержение газа может быть на Луне, если ни одна из экспедиций не обнаружила там следов вулканической деятельности? И официально считается, что Луна мертва, и там не идёт никаких геологических процессов. Тем не менее, ещё в конце 70-х годов, когда в НАСА стали подсчитывать количество аномальных явлений на Луне, то насчитали более 500 непонятных современной науке происшествий. Если предположить, что за миллионы, может быть, даже миллиарды лет эволюции Луны и цивилизации, она уже стала в иной плоскости, в ином состоянии, ну, энергетических каких-то сгустков или объединений, там, шаровых молний, условно говоря, вот, если так можно выразиться. А эти формы меняют, так сказать, любые очертания, свои там, плотность, естественно, управляют совершенно, даже не управляются, а, как сказать, перемещаются совсем не так. Это другой, совершенно иной, иная форма жизни. Многие эксперты сходятся во мнении, что если рассматривать версию, что Земля это колонизированная планета, и что выращиванием расы гуманоидов, то есть нас с вами, занимается какая-то высокоразвитая инопланетная цивилизация, то Луна это идеальная вышка, с которой эта цивилизация смотрит за развитием тех событий, которые происходят на нашей планете. Расстояние достаточно небольшое, тем более, если Луна это искусственное тело, и орбиту корректируемое, то здесь можно, как говорится, заниматься различными путями и корректировать орбиту Земли, поскольку Луна и Земля это единые планетные системы, в зависимости от того, насколько Луна приближена или отдалена от Земли, меняются различные тектонические процессы. Раз Луна является искусственным спутником Земли и наблюдательным пунктом за нашей планетой, то ничто не мешает выдвинуть версию о том, что на самом деле Луна это огромный и сверхмощный космический корабль, который предназначен для того, чтобы в минуту опасности для Земли попытаться сохранить нашу планету. Действительно, если посмотреть спутники Юпитера, Сатурна и Плутона с прекрасным разрешением, то можно разглядеть цепочки кратеров, которые просто ложатся друг на друга. И мало кто замечает, что сами кратеры по отдельности вовсе не круглые. Ну, в ней вот эти вот большие особенно кратеры, ну, все прям оси симметричны, абсолютно. То есть посерединке точно вот эта вот горка стоит, ну, это классический случай, как нам объясняют взрывы такого. Огромное совершенно вот это вот пространство, свое такое ровно окаймленное одинаковыми горами, а посерединке такой вот ровный-ровный реголит или там пыль, а может под этой пылью какой-нибудь фотонный двигатель, а может это даже не фотонный двигатель, а какой-то электромагнитный отражатель или отражатель или там генератор каких-нибудь гравитационных волн. В рамках теории о том, что Луна является искусственным космическим кораблем пришельцев, есть масса аргументов, говорящих в пользу того, что орбита Земли является искусственно сделанной. Так, по ряду космических характеристик, Земля должна двигаться иначе, а сутки должны быть 11 часов. И обращение вокруг собственной оси должно быть значительно быстрее, чем сейчас. А наклон орбиты, который существует на сегодняшний день, 24 градуса, он является неестественным для планет вообще. В этом плане, конечно, наличие Луны у Земли и, допустим, отсутствие ее у Венеры, как аналога Земли, в принципе, такой же планеты Солнечной системы, вот, оно говорит о том, что в том числе можно рассматривать и такую версию, что действительно это корабль пришельцев, который приехал и колонизирует нашу планету. Ну, как гипотезу это можно рассматривать, тем более, что если на Луне происходят те движения, например, которые я видел, то к такой гипотезе можно склониться с большой долей вероятности. Но есть и другая версия. Луна – это уникальный космодром. И вот почему. Ускорение, которое необходимо для преодоления лунного притяжения, почти в 7 раз меньше, чем для преодоления притяжения Земли. Следовательно, можно увеличить размеры космических аппаратов тоже в разы. Более того, большее количество полезных грузов можно доставить с Луны на другие планеты нашей Солнечной системы. А это значит только одно. Мирное освоение Луны перспективно. Луна обладает достаточно большим спектром пород земной группы, в том числе и пород, из которых может быть извлечен металл. То есть теоретически создание лунной металлургии оно имеет место быть. И тем более, что можно использовать энергию Солнца и плавить там металл, в общем-то, делать на Луне производство космических аппаратов, которые можно дальше отправлять на какие-то дальние космические планеты, такие как Марс, там спутники Юпитера или Сатурна. По мнению многих экспертов, освоение Луны промежуточный этап для полетов на Марс и Венеру. Они полагают, что Луна является перспективным объектом, поскольку она позволит с меньшими энергозатратами запускать в космическое пространство космические корабли с гораздо большей массой. Не случайно, именно для снижения энергозатрата расхода топлива, все космодромы Земли построены именно на экваторе, где притяжение Земли гораздо меньше, чем на полюсах. И у России снова есть реальный шанс обогнать США. Недавно глава Ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимир Солнцев заявил буквально следующее. Российские космонавты отправятся к Луне и высадятся на ее поверхности в 2029 году. Более того, он добавил, что на 2021 год запланировано начало полетов на совсем новом лунном корабле, а в 2023 запуск и стыковка этого корабля с Международной космической станцией. И уже в 2025 году намечен автоматический беспилотный полет на Луну. Россия тоже выдвинула свою программу освоения Луны, значит, начиная с 2025 до 2050 года. Многие страны заявили, что они уже к 50-м годам этого века на Луне будут лунные поселения. Новая концепция освоения Луны состоит из трех этапов. Первый этап намечен на 2016-2025 годы. На спутник Земли будут отправлены автоматические межпланетные станции Луна-25, Луна-26, Луна-27 и Луна-28. В их задачи входит определение состава и физико-химических свойств лунного полярного реголита с водяным льдом и летучими соединениями. Луна-25, 26, 27, 28 и 29 должны изучить район, где предполагается строить базу, доставить туда солнечные батареи, оттуда взять пробы, грунты и так далее. То есть первый этап это автоматические исследования. Дальше собираются строить поселения на трех человек где-то в течение нескольких лет. Второй этап начнется в 2028 году и будет длиться два года. За это время на орбиту Луны будут направлены пилотируемые экспедиции, но их высадка на поверхность не планируется. И наконец на третьем этапе программы с 2030 по 2040 годы в районе потенциального размещения лунного полигона высадятся первые российские космонавты. По мнению специалистов именно в этот период будет создаваться инфраструктура для жизнедеятельности космонавтов из лунного вещества. Как полагают руководители проекта, обитаемая база и площадка по добыче полезных ископаемых будут построены к 2050 году. Исследования поверхности Луны на предмет наличия в ее недрах полезных ископаемых начались еще в начале 70-х годов прошлого века. Было обнаружено, что внутри Луны находятся две гигантских трубы из еще неизвестного землянам металлического сплава. А когда стали исследовать в земных условиях состав лунного грунта, доставленный советскими беспилотными аппаратами, то обнаружили в нем значительные превышения титана, бериллия и циркония. Превышение было намного больше, нежели, скажем, в аналогичных ситуациях, скажем, имел лунный грунт земли. Но дело в том, что бериллий, титана и циркония это очень отличные элементы в том случае, когда готовите некие, делайте некие сплавы, жаропрочные, коррозионно прочные и так далее. У Луны практически отсутствует атмосфера, и поэтому она становится идеальной поверхностью ввиду своей пористости, низкой плотности лунного грунта, который представляет собой спрессованную пыль, собирающую солнечный ветер. И та часть солнечной магмы, которая летит в космическое пространство, задерживается именно на Луне. В первую очередь интересен элемент как гелий-3, который, так сказать, идеально подходит для участия в термоядерных реакциях, ну, так скажем, при том процессе, который на Земле возможно осуществить в ближайшее время. Если этот гелий-3, допустим, доставит с Луны на Землю, то даже небольшое количество этого элемента позволит решить энергетические проблемы планеты на долгие годы. Гигантский небесный глаз, вечно следящий за людьми. Идеальная по параметрам космическая тела. Будущая платформа для межпланетной базы людей или древний космодром подскобка для инопланетных захватчиков. Луна напоминает звезду смерти. Искусственно созданную систему, удобную для стратегических целей. Что происходит на ней? Откуда она взялась и куда последует дальше? Небесное светило хранит множество древних тайн. Не исключено, что вскоре мы обнаружим новые мрачные загадки. Вы смотрели самые шокирующие гипотезы. Единственную программу, где без ущерба для репутации мы с вами можем говорить да о чем угодно. А еще мы ждем ваших вопросов на любые самые рискованные и необычные темы, которые волнуют вас. Пишите нам на электронную почту. Мы с вами встретимся уже завтра, как всегда в 18.00. И завтра в нашей программе вы увидите. Североамериканский континент лихорадит. До взрыва считанные дни. У нас останется одна Канада. Вот эта вся плита уйдет. Супервулкан уже раскрывает огненное чрево. Вот местность пошла вверх. Пошла вверх. Местность стала наклоняться. Какая погода наступит в Евразии? Планировать ли дачный сезон? Это будет глобальное изменение климата, глобальное похолодание. Продолжение следует...